Всем привет! Сегодня я вам покажу как можно приготовить крылья барбекю дома. Они будут такие отличные, вкусные, как и на гриле. Сначала подготовка крыльев. Делаем надрезы для того, чтобы соль и специи лучше проникли в мясо. Параллельно я вам расскажу о томатном соусе, которым мы будем смазывать наши крылышки. Это, как обычно, томатный соус из магазина. Берите то, что вам больше нравится. В него я добавил чайную ложку горчицы, чайную ложку соевого соуса и чайную ложку меда. Вы можете добавить что-то по своему вкусу еще. Теперь продолжаем нарезать крылышки. Итак, последние крылышки приготавливаются. Здесь не нужно никакого маринада, ничего особенного. Мы просто их солим и перчим. Для этого мы все положили в подготовленную миску. Берем щепотку соли. И также молотый, свежемолотый черный перец. Вот так будет достаточно. Делайте легкий массаж. В принципе, все. Наши крылья готовы для приготовления на гриль-газе. Что это такое, я вам сейчас покажу. Итак, гриль-газ. Это вот такая кастрюлька с решеткой, которая закрывается крышкой. Эффект очень даже похож на то, что готовим на природе. Выкладываем наши крылышки. Огонь средний, сильно большой не нужен. Где-то на 15 минут на одной стороне. Потом переворачиваем. 15 минут на другой. А наш соус увидите, когда мы нанесем на крылышки. 15 минут прошло. Переворачиваем наши крылья. Вот так они выглядят на промежуточном этапе. Чтобы вы понимали, блюдо очень быстрое. От начала подготовки до финала где-то 40-45 минут. Поэтому, когда лень что-то выдумывать, покупайте пачку крыльев. Ну, правда, при наличии такого девайса, как гриль-газ-сковородка. Все, закрываем. И еще 15 минут ждем. Вот прошло еще 10-12 минут. И теперь финальный штрих. Мы берем наш соус кулинарную кисточку. И обмазываем каждое крылышко. Щедро. Как вы уже догадались, именно соус придаст ту самую румяную красную корочку. Как у крылышков барбекю. Практически бафало. Товарищи, я попросил бы вас держать свои эмоции. У нас тут команда молодая, неопытная. И оставляем под крышкой где-то минут на 5. Потом переворачиваем. Делаем то же самое с обратной стороны. Прошло 5 минут. Мы набираем вот такую картину. Теперь переворачиваем крылышки. И проделываем ту же операцию по нанесению соуса. Вот видите контраст. Они были безликие, серенькие. Сейчас они красные. И очень вкусные. Точно так же хорошо обмазываем крылья. Потом накроем их. Дадим подрумяниться еще минут 5-7. И все. Финальная презентация. Итак. Наши крылья обрели томатный оттенок. Хорошо. Накрываем. Еще 5, максимум 7 минут. Друзья мои, прошло еще 7 минут. Вот какую красоту мы наблюдаем. Выкладываем крылышки на тарелку. Смотрите, чем хорош вот этот девайс под названием кастрюлька грильгаз. Весь жир стекает вниз. То есть точно так же, как на мангале. У вас остается чистое мясо. Плюс еще и с ароматом такого легкого дымка. Потому что, как вы понимаете, открытый огонь. Так, друзья мои, вот что у нас получилось в итоге. Отличные подрумянившиеся крылья. Пахнут дымком. Их можно использовать как хорошую закуску под пиво. Как основное второе блюдо. Под любой гарнир. Картошку, квашеную капусту, овощи, макароны. А можно и просто так и взять и слопать. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. Всем приятного аппетита. Удачи.